Итак, друзья, по заявкам трудящихся я собрал устройство с двухэтапным открытием замка сейфа, то есть на двух ключах графических. Один ключ считывает с помощью датчика линии, второй ключ считывается с помощью датчика цвета. Вот маркировка как штрих-коды, соответственно, только в крупных значениях, потому что датчик линии все-таки у него там крупные элементы, и обычно он смотрит на полосках вот так. Следовательно, если в таком порядке, то мне нужна толщина, соответственно, примерно соответствующая по датчику линии на отражение. Следовательно, вот у меня есть некий код, я его запрограммировал на считывание такого кода, соответственно, подсчет этих значений в зависимости от того, сколько он там наберет. И, соответственно, в дальнейшем, если все хорошо, можем вводить еще второй ключ. Если первый и второй ключ совпадают, то сейв открывается. Сейв открывается. Дополнительно, есть киберпай, который у нас и отображает, что нужно сейчас делать по связи. По связи. Итак, давайте посмотрим, как это работает. Процесс достаточно непростой. Итак, я вставляю в приемник ключа, как карточку, наш ключ, вот он, так, чтобы, соответственно, датчик линии еще не смотрел его. У меня есть индикаторы, переменный вывод для считывания этих значений. Сейчас я их немножко обнулю. Вот так. И сейчас мы посмотрим, как это будет, процесс происходить. Давайте посмотрим вместе. Запускаю. Вот идет прием ключа. Итак, начинается процесс считывания. Процесс считывания прошел. Нам говорят ввести второй ключ. Вводим второй ключ. Давайте введем второй ключ. Вот, пардон. Так, вытаскиваем. И вставляем индикатором второй стороной ключа. Ну, я не сделал один ключ на двоих процессов, чтобы эконом не было. Размер, соответственно, ключа. Будет все в инструкции. Подготовлю, надеюсь, до праздников. Точнее, после праздника, наверное, уже. Так. Ну и вот. Идет процесс считывания. Здесь небольшая задержка сделана, ну, для оптимизации, так, чтобы успел он считать, успел обработать значения, потому что они колеблятся все-таки, подобрать нужно определенный цвет. В зависимости от вашего принтера, будет разная цветовая маркировка, поэтому нужно тут учитывать, провести анализ по цветам. Какие, то есть, что показывает при зеленом цвете, при желтом, при синим, при красном, при еще при каком-нибудь фиолетовом, там, так далее, цвете. То есть, какую выбирать цветовую маркировку и какой последовательности. Так. Ну, вот у меня показывает, что он считал. То есть, я вижу, что у меня здесь вот number 3. Значит, 3 цвета он считал правильно, он меня подсчитывает. Я так делаю дебаггинг, так сказать, отслеживаю процесс. То есть, ввод ключей правильно и написано save открыт. Все, save открыт у нас. Save открыт. Программы. Программа. Вот у нас анализ здесь. Здесь это для Ардуино программа полностью. Вот она, Ардуиновская программа на графическом. Здесь, соответственно, идет сравнение и считывание параллельно по уровням. Это то, что сейчас вы видите. Представлен анализ цвета для первого цвета, для второго цвета, для третьего цвета. Примерно, может быть, по грешности придется потом. Поэтому приходится иногда, можно по два раза вставлять ключ, чтобы точно определить. Нужно учитывать, при каком освещении и при каком расстоянии от датчика линии вы это считывали. Поэтому смещение, соответственно, тоже будет некая погрешность. Поэтому погрешность измерения диапазона берется тоже небольшим запасом, чтобы у нас прошло считывание. Если, соответственно, менять другой стороной считывание, конечно, оно не пройдет. Не пройдет, я уже проверял. Ну, конечно, обмануть систему всегда можно. Но вот такой вот интересный вариант у меня получился. Для Киберпай у нас вот такой код. Для персонажа, соответственно, прием передачи сообщений здесь представлен вот такой вот код. Здесь, конечно, нужно еще обнулять PP1, PP2. Я вот не добавил, но так в целом все отлично. То есть, если я сейчас нажму перезагрузить систему, то у меня вернется в исходное положение. Вот. И попросят ввести код. То есть, опять вставить ключ. Это пример сейфа, пример написания кодового замка по графическим ключам. Вы можете придумать свой, конечно же. Это только пример. Я постараюсь подробно изложить, как я это делал. Как нужно отслеживать данные. То есть, с чего начать, как просмотреть процессы, где какие варианты, нужно учитывать моменты, чтобы, соответственно, получить более-менее нормальный результат. То есть, это не сразу, не сходу. Я рекомендую такой проект сначала рассмотреть самим преподавателем на наличие погрешности. Потому что то, что у меня в реальности я сделан и отработан, это при моем освещении, соответственно, при моем правильном расположении датчиков. Там в таком положении я уже отработал. И толщине, соответственно, толщине картонкой, которую я использовал. Это тоже может быть учитывать очень сильно. Поэтому, когда вы все это собираете по инструкции, вы предварительно все это проверяете. Проверяете непосредственно, как все это у вас работает значение. Если что-то есть отклонение, вы всегда должны проанализировать. Сначала считать все цвета, потом проверить, как он считывает, сколько он набирает по значениям. И на основе от этого опираться уже изменять код, соответственно, в самой шаблоне кода. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание.